Уже восьмой год подряд во время летних каникул на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения открывает свои двери международная школа. И пусть вас не смущает, что школа работает на базе вуза. Иностранные студенты приезжают в Хабаровск, чтобы вернуться затем из России с любовью. Это тоже никого не смущает. Хабаровская международная летняя школа. Хабаровск Интернешнл Саммер Скул или просто КИС, поцелуй, в данном случае международный. Обмениваются опытом, подтягивают иностранные языки, знакомятся с культурой. И это далеко не все приобретения. Во время летней школы студенты со всех концов земли могут познакомиться, например, с достаточно новым жанром – кавер-дэнсом. Да, это танец, но своеобразный. Например, в Корее его исполняют по-своему. А в России он выглядит так, но это корейский танец. Мы поддерживаем корейскую культуру. Это разновидность как музыки, кей-поп. Нам нравится, и поэтому мы решили сделать что-то подобное, как сделать кавер. Когда россияне перенимают иностранную культуру, получается как минимум красиво. Еще лучше выходит, когда все собравшиеся говорят на одном языке. И это не всегда язык танца. Я думаю, что это очень хорошая платформа для того, чтобы содействовать взаимопонимание и дружбу между молодыми покорениями разных стран. И поэтому я думаю, что такое мероприятие имеет очень важное значение. Когда пусть всего на четыре недели у студентов из России, Китая, двух Корей, Австралии, Нигерии и других стран, один язык и одна культура, получается своеобразная народная дипломатия без границ и других ограничений. Вообще образование и культура – это как раз те ниши, где страны сближаются. Я хочу сказать, что вообще все практически проекты, которые реализуются в нашем университете, имеют такой аспект вот этой народной дипломатии, которая сегодня прозвучала со сцены. Очень удивительно, когда, например, у нас на образовательных проектах участвуют студенты с Южной и Северной Кореи. И действительно им есть, что найти общего. Один день провели в Международной школе Сергей Щербаков, Дмитрий Комков. Программа «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова